Всем большой привет! Меня зовут Валерия Головенкина, я художник-акварелист, и это видео целиком и полностью посвящено обзору недавнего выпуска акварели от бренда Невская палитра, а именно обзору цветов с белилами. В этом видео я сделаю выкраски этих цветов, расскажу об их свойствах, поделюсь своими впечатлениями, а также немножко поскетчу этими цветами, покажу их в работе, в применении. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, напишите в комментариях, интересно ли вам будет, если я сниму продолжение этого видео о следующем выпуске красок с белилами от Невской палитры, а как конкретно о серой серии цветов Невской палитры и о коричневых цветах, у них тут тоже не так давно был выпуск. Подписывайтесь также на мой инстаграм, ну а мы давайте будем переходить к обзору, смотреть и делиться впечатлениями. Итак, для этого видео я купила 7 кюветок красок, сделанных на основе белил, и условно их можно разделить по семьям. Это розовая семья, желтая семья и такая сине-зеленая семья. Ну а сейчас мы распакуем эти цвета и поднимательные на них посмотрим. Я не стала покупать королевскую синюю, потому что в составе там только ультрамарин и белила, ну по мне это не очень интересно. Форма выпуска у нас сегодня это кюветки. Я, конечно, лоханулась, прямо вам скажу, что не взяла тюбики, потому что в ближайшем к моему дому в магазине были только кюветки, а ехать куда-то за тюбиками специально, ну, мне не очень хотелось, если честно. Все это счастье мне вышло на 618 рублей, 7 кюветок по 95 рублей за штуку и плюс еще у меня была скидка. Значит, начать я хочу просто с выкраски, потом мы их посмешиваем друг с другом. И начну я, чтобы не запутаться с розовой семьи. Меня, конечно, немножко удивило то, что вот эта вот история с откалывающимися кусочками, это такого я у Невской палитры еще не встречала. Итак, первым у нас будет коралловая. Приятненькая такая розовая. Давайте я их сейчас все поставлю, главное не запутаться, где, кто из них где и кто из них кто. Поставлю, немножко смочу. Так, мы попросим мистера Черри подать нам кисть какую-нибудь. Давайте вот такую обычную синтетику арт-кварталовскую. Первый у нас коралловая, первый цвет. Так, ну, смотрите, когда я начинаю возюкать кистью, или когда на клетку попадает вода, краска становится немножко более светлая. Это у нас белила играет такую роль. Я думаю, что ни для кого не секрет, что эта серия красок сделана с большим-большим добавлением белил. Собственно, поэтому эти цвета и такие нежные, такие кроющие, очень кроющие, прямо от души. Давайте еще вот тут намажу. Пока я не могу ничего сказать. Пока приятный розовый, пока... Ну, я бы не сказала, что мне это прям нравится сильно. Да, но и придраться тоже особо пока не к чему. У меня, знаете, к этому выпуску такое немножко предвзятое впечатление, предвзятое уже заранее по нему мнение. Мнение это не смотрел, но осуждаю. Потому что в составе у нас здесь PR242 и PW6. PW6 это обычные титановые белила. Давайте посмотрим, пока у нас сохнет наш кусочек заливки, что такое у нас... Что еще раз? PR242. В моей сумасшедшей табличке такого цвета нет. Если вы знаете, какой пигмент скрывается за PR242, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно узнать, из чего же... Из чего сделана наша коралловая краска. Так, давайте будем двигаться дальше. У нас следующее будет, наверное, это магнолия. Я просто уже немножко запуталась по... Сейчас, секунду. Наверное, розовый кварц, он потеплее, а магнолия похолоднее. Магнолия вот это будет. Мне кажется, я просто перепутаю всех их рано или поздно. Красивый. Похож, знаете, на что? Похож на сиреневый, который по названию цветка сирень. Цвет у... Голбейн. Голбейн, Голбейн. Японский бренд красок. Я у них такой цвет пробовала. По-моему, даже он у меня где-то есть. Сейчас я, может быть, его найду. Нет, его, к сожалению, нет. Он закончился. Но он очень похож. Это у нас, опять-таки, двухпигментная краска. PR19 и PW6. PR19 это у нас... Кто такой PR19 в моей сумасшедшей табличке, тоже не знаю. Поэтому, если вы знаете, кто это, пожалуйста, пишите в комментариях. Буду вам очень благодарна. Красивый цвет, не могу ничего сказать. Довольно забавный. Нежненький такой, мимимишный. Вот в нанесении они довольно ярко отличные. Ой, а что это? Фу, 0 из 10. Вы уже это видите, да? Видно на камере эти разводы? Сейчас я покажу поближе. Вот так выглядят смоченные, слегка смоченные в воду краски. А вот так вот выглядят разводы на готовые заливки. Это я нанесла коралловую, и похожим образом себя ведет магнолия. Здесь вот не очень видно, но... Я предполагаю, что это белило, и ничего особо страшного не будет. То есть со временем цвет высохнет, станет равномерным. Я надеюсь на это, но этого может и не произойти, поэтому давайте подождем и посмотрим. Но по идее в цветах с белилами... Ой, ну это такая довольно, как это сказать, не сложная история, а довольно капризная. Потому что не знаешь, как себя поведут пигменты, и тут производитель, конечно, берет на себя очень большую ответственность. И это у нас третий цвет, это розовый кварц. Тут, знаете, такое распределение получилось на совсем-совсем теплый... Боже, ну я все время забываю, как он называется. Коралловая. Коралловая. Магнолия прям такой холодный. И вот розовый кварц, это такое что-то средненькое, не такое ярко выраженное, но скорее более теплый оттенок. Сделан он у нас из PR-170. Это... Nafto Red называется. Пигмент. Если вам это о чем-то скажут, мне пока они не говорят ни о чем, потому что в красных я, прямо скажу, не сильно, потому что красный я использую очень и очень редко. Приятный, в разбеле красиво. Пока мне нравится коралловая за вот этот нежный разбел и розовый кварц за тоже такой нежный разбел и собственный оттенок тоже довольно красивый. Давайте их будем смешивать. Будем смешивать их по очереди. Сначала вернемся к... Я, похоже, буду сегодня весь обзор просто забывать, как ее зовут. К коралловой. Коралловая давайте попробуем смешать с магнолией. Просто так. Ну вот, что будет? Понятно, что два розовых, очень похожих, очень близких, но вдруг мы получим что-то интересное. Коралловая плюс магнолия. Кстати, мы получили с вами розовый кварц. Вот, неожиданно. Смешали очень теплую такую, очень холодную и получили что-то средненькое. Вот, розовый кварц. Как бы вам сказать, что я думаю про это помягче. Забавно, забавно. Розовый кварц далее и коралловая. Что будет, если мы смешаем такие средний и ярко выраженный теплый. Мало что изменилось, честно скажу, но, по-моему, появился такой чуть более теплый персиковый подтон. Ну, как мне кажется, вот по сравнению смешения коралловой с магнолией, чуть более тепленьким он смотрится. Ну, потому что все-таки тут теплый и тут такой средненький, практически теплый. Фу, оно что так высохнуть собралось? Вы серьезно? Невская палитра, это что? Оно высыхает вот такими раз... Боже мой! Фу! Похититель ароматов просто здесь как нельзя, кстати. Значит, далее у нас коралловая. И давайте смешаем ее с какой-нибудь персиковой. Подмешаем. Коралл и персик. Интересно, что получится. Приятненько, но ничего особенного. Такого же эффекта можно легко достичь, если смешать немножечко какого-нибудь холодного розового и неаполитанскую желтую. Сейчас мы дойдем до желтого семейства и посмотрим, что в составе у персиковой. Может быть, как раз там от неаполитанской желтой передадут нам привет. Итак, коралловая и телесная. Неаполитанская телесная. Naples Flash. Я знаю перевод Flash как плоть. Неаполитанская плоть. Это звучит очень интересно. Красивый, кстати, цвет. Такой немножко нежнее. Нежнее, деликатнее. Тут явно больше белил. И очень приятный, хороший желтый. Тут чуть-чуть побольше содержания розового в смеси с неаполитанской желтой. Здесь чуть поменьше, но белил добавлено больше. Это если взять какой-нибудь холодный красный и смешать его с неаполитанской желтой. Я вот про это. Дальше. Розовый кварц и... И, и, и давайте мятная. По трешачку. Зайдем. Слушайте, а мне нравится. Прикольно. Мне прям... Слушайте, вот пока из всего того, что мы смешали, вот это нравится мне больше всего. Очень приятный серый. Ну, такой он, конечно же, не... Очень широко используемый серый. Но мне такой нравится. Так, господа, стоять. Вот это вот лишнее здесь. Вас мы еще смешаем. И последний наш аккорд. Это коралловая и лавандовая. Ну, наверное, тоже будет красиво, учитывая, что в лавандовый, фиолетовый и синий пигменты. Да, как красивенько, миленько, ничего не скажешь. Оно такое все очень конфетное, очень приятное. Красивый оттенок. Можно им регулировать количество розового в нашем лавандовом, делать его чуть более таким лилово-сиренево-лавандовым или более холодным оставлять в чистом виде. Забавно, интересно. Но вот это вот меня, конечно, просто выводит из себя. Это я не понимаю, что вообще происходит. Вот так вот выглядят смеси вблизи. Итак, коралловая. Я остановила запись, чтобы показать вам смеси ближе, подписать и добавить параметры, потому что я могу про это все очень легко забыть и не запутаться во всем этом нашем мармеладном великолепии. за сегодняшний обзор. Коралловая. У нее плотное покрытие. Она укрывистая, полуустойчивая к смываемости и три звезды светостойкости. Вот насчет смываемости давайте мы сами проверим. Я попробую вот здесь смыть. Мне просто очень неинтересно, по каким параметрам эта смываемость определяется и кем, главное. потому что я бы не сказала, что она с очень большой натяжкой. Конечно, не сходит за раз, но и не так легко она сдирается, не так она легко смывается с бумаги. Могло бы быть, конечно, и хуже, но окей, пускай будет. Итак, магнолия наш следующий пункт. Давайте смешаем ее с розовым кварцем, потому что с коралловой мы ее уже смешивали. Так, 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 разобраться бы, где магнолия. А где у нас розовый кварц? Так, вот сюда, вот в этот квадратик. Прикольненько, тепленько, нежненько. Ну, такое средненькое, ни то, ни сё. Я не знаю, куда это использовать, куда это разнообразие можно девать, и вообще нужно ли это куда-то девать. Давайте магнолию смешаем с персиковой. Магнолия плюс персик. Нежненько получается, холодный с вот этим вот желтым. Приятный дают. Такой песочно-персиково-мармеладный зефирный цвет. Нежненький такой, желтенький. Разницу между вот ними тремя я вижу. Не знаю, как вы, мне этот кажется более холодным в смеси. Такой песочек на закате. Я бы назвала этот цвет так. Дальше давайте смешаем магнолию и плоть. Извините, но с этого обзора неаполитанская телесная будет у меня проходить как плоть. Делайте с этим, что вам угодно. Можете ругаться, можете еще что-нибудь делать, но мне все равно. Я хочу, чтобы это была плоть. С цветом плоти. Более желтый. Более желтый. Ой, 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 простите, простите, простите. Извините, пожалуйста. Шаловливые ручонки. Не удержались. Более телесный, более такой желтоватый этот получается цвет. Еще чуть более холодный. В принципе, по градации, по такой, он логично здесь проявляется. Тоже сильно куда-то его применять. Я пока не знаю, куда и вообще нужно ли, если у нас есть такое разнообразие чистых оттенков. И заметит ли вообще кто-то разницу. Ну, конечно, если у вас очень мало цветов в работе, то, возможно, и заметят. Но если много, то вряд ли. Кстати, смотрите, разводы почти исчезли. Тут остались только такие, ну, совсем-совсем небольшие какие-то проплешинки и сгусточки цвета и какие-то такие разводики по границам. В целом все выглядит прилично. Ну, вот, как-то вот, не знаю, мне... Ну, да, вот так. Как-то так. Не знаю я, мне это не очень нравится. Это все очень странно. С мятной я смешиваю магнолию. С мятной я уже посмотрела, пока покупала эти цвета. Там зеленая, изумрудная зеленая в талагрин. Приятный дает серый, как и любой красный с зеленым. Чаще всего дают красивый серый. Здесь он такой даже, наверное, еще более холодный, более благородный, чем вот этот вот с коралловой смесь. И последний наш пункт в магнолии. Это магнолия и лавандовая. Давайте их тоже смешаем. Он, кстати, немножко бы похож был бы на лавандовую, если бы не легонький-легонький такой зеленоватый подтон. Тоже неплохо получается с лавандовым смешивать. Гораздо чище, чем в коралловой, потому что цвет более холодный по тону. И холодные красные, холодные розовые дают гораздо более красивые фиолетовые в смесях с синими, ну что, собственно, здесь нам и доказывает. Это этот случай. Давайте проверим на смываемость нашу магнолию. Говорится, что она очень легко смывается. Она неустойчива к смыванию. Да, смывается чуть почище, чем коралловая. Чуть полегче ее выскребать. Окей, соглашусь, пусть будет. Розовый кварц наш следующий дружочек. Розовый кварц с магнолией и с коралловым мы уже смешивали, поэтому эти два квадратика я закрашу потом. Давайте мы смешаем розовый кварц и плоть. Плоть и персик. Давайте начнем с персика, потому что персик у нас шел всегда в высоте. Всегда шел сверху, в верхнем квадратике. Красивый тоже получается нежный цвет. Разницу пока я не очень вижу с вот этим вот цветом. С магнолией и, кстати говоря, неаполитанской плотью. Неаполитанской телесной. Но все-таки, наверное, есть. Он чуть-чуть более желтоватый, чуть-чуть более теплый. Хотя очень похоже. Но вот даже пока он еще не высох, есть в них что-то общее. Давайте розовый кварц и плоть смешаем. Розовый кварц с плотью. Красиво. Сразу скажу, красиво. Мне нравится, но... Но... Зачем мне два белильных цвета в смеси? Я не понимаю. Если можно взять один с белилами, другой без, и результат получится наиболее красивый, более чистый, более звонкий. Я не против цветов с белилами. Сразу скажу. Они мне очень нравятся. Я их попробовала довольно давно. Очень задолго до того, как они стали известны на российском рынке. Тогда еще в Инстаграме можно было по лайкам, по количеству лайков определить, хороша ли твоя работа или нет. Вот. Но тогда я их заказывала с сайта Jackson's Art. Сейчас, конечно, они стали доступны всем. И для кого-то это прям вот новинка-новинка. Вау! Супер! И ничего подобного раньше не было. Но я скажу, что... Ну, меня уже очень сложно впечатлить этими белильными цветами. Я скорее больше скептически к ним настроена. В плане того, что... Да, они очень классно работают для каких-то определенных смесей. Для определенных оттенков чистым цветом их использовать. Или в смесях, как я уже рассказала. Но... Когда их вот столько вот... Ну, как бы... Не знаю. Мне больше нравится, когда один цвет содержит в себе белила. Во втором же цвете белил нет. По мне, так это более интересная история. Ну, это более так... Гармонично смотрится. С лавандовой смешиваю я розовый кварц. Получается немножечко более серая смесь. Ну, как бы не глобально серая, но... Чуть более сероватая, чем, например, с той же магнолией в смеси. Потому что здесь у нас такой чистый фиолетовый. Потому что магнолия была холодной. Розовый кварц немножечко степлинкой. Такой... Поэтому кажется, что немножечко он такой грязноватый. И розовый кварц с мятой. Давайте смешаем. Красиво. Особенно если мяты больше. Мне нравится, когда мяты больше. Ну, такой более бледненький, более мертвячный. Можно я промолчу? Я не знаю, что сказать. Правда, не знаю. Хороший цвет, хороший. Но я не вижу его в применении. Вот пока что в упор. Я его не замечаю. По смываемости. Ну да. Тоже он заявлен как среднеустойчивый к смыванию. И ведет себя, в принципе, так же, как коралловая. Которую я довольно долго терла. Да. Соглашусь. Соглашусь. Так, мы с вами рассмотрели розовую нашу семью. Что я могу сказать по итогу? Мне понравилось... Что мне вообще понравилось? По-моему, мне не понравилось ничего. Давайте честно. Нет. Я оставлю для своей работы точно. Я оставлю магнолию. Из розовых, да, про остальные чуть попозже. Магнолию я оставлю, потому что она холодная. Она дает красивые смеси с вот этими вот холодными, с зеленым, с лавандовым. Мне, в принципе, нравится, как она работает с желтыми. На втором месте будет, наверное, розовый кварц. И на третьем месте будет коралл. По смесям и по собственному цвету мне они нравятся вот именно в таком порядке. Магнолия, розовый кварц и коралл. Давайте будем переходить к желтой семье и дальше к сине-зеленой нашей семье. Итак, мы переходим к желтой семье наших красок. И, если честно, мне пока нравится больше тот цвет, которого моя вода в банке. Ну, такое. Давайте, наверное, начнем с плоти. Неаполитанская телесная. Приятный довольно цвет. Такой желтенький, очень хороший. Нежный, мягкий, ненавязчивый. Он мне, наверное, даже больше нравится, чем классическая неаполитанская желтая. За какую-то такую свою желтучесть. Хотя у него есть в составе оранжевый пигмент. Вот ПО-62. Это пигмент называется бензимидозолон. Оранжевый пигмент. Давайте будем его смотреть в смесях и будем смотреть его отдельно в смываемости. Что мы можем предположить? Что если в нем содержится оранжевое, и если это нормальный оранжевый, давайте вот здесь вот его смешаем с каким-нибудь лавандовым. Оранжевое, хорошие оранжевые должны нормально смешиваться с синими. Вы, наверное, слышите, как упал тон моего голоса. Потому что, конечно, это не ужас, ужас, ужас. Но это ужас. Нет, наверное, на самом деле, я даже... Может быть, я оставлю его для моря, для каких-то очень светлых акцентов в местах бликов, чтобы блики были такие более желтенькие, более такого желтоватого оттенка, нежели более оранжевого. Но пока, честно говоря, меня это не впечатляет. Ну, не сильно впечатляет. Но спасибо, что не болотный. Спасибо, что не мерзопакостная мерзость. На этом тоже очень неплохо. Смятный. Смятный с ними смешивается прикольно. Получается такой тепленький оттенок. Хотя сам по себе, наверное, я бы назвала его более холодным. Ну, по сравнению с той же персиковый, к примеру. Вот смятный, он прям такой жизнерадостный, такой вот какой-то весенний, очень интересный, приятный цвет. Ну-ка, давайте посмотрим на его смываемость. Нам заявлено, что он легко смываемый, неустойчив к смыванию. У него прозрачный треугольничек. Персиковая краска, она у нас трехпигментная. Это вот из конкретно этой серии, это первый такой случай. У нее в составе пигмент желтый, пигмент yellow 3. Это лимонный, желтый лимонный насыщенный он называется. Оранжевый пигмент PO64. Его у меня в табличке нет, но PO65, его сосед, это метин никелевый комплекс. Так, а это точно персиковая? Почему она такая? Почему она такая? Она какая-то странная. Сейчас, подождите. Ну, возможно, что это она, просто как бы до этого она была немножечко другая. Самую малость она была другой. Смешаем. С кем мы ее смешаем? Она тоже с мятной. И с лавандовой. С мятной. Повеселее немножко сочетание, чем у неаполитанской телесной. Более такое, более теплое. Ну, хотя, может быть, тут тоже от пропорции зависит. Но по тону, как мне кажется, более теплое. Может быть, может быть и не так. Но пока что вот так. И смешаем его с лавандовой. Ой, фу. Фу, 0 из 10. Нет, мне не нравится такая смесь. Она как бы слишком, слишком уж грязная. Слишком некрасивый серый, неблагородный, не холодный. Больше в зеленцу уходит в какую-то такую некрасивую. Мне кажется, что это реакция синего и желтого, вот этого насыщенного лимонного пигмента в составе. Именно оно дает такую непонятную штуковину. Потому что больше мне здесь грешить не на кого. Итак, высохла наша неаполитанская телесная. Давайте ее попробуем смыть. Говорится, что это мы должны сделать легко. Да, я этому верю, потому что очень-очень легко и спокойно сходит у нас краска. С бумаги. Да, вполне можно верить тому, что она у нас легко смываемая. И давайте смотреть на смываемость персиковой краски. Нам говорят, что мы должны ее не очень смыть, потому что она среднеустойчивая тоже к смыванию. Я так поняла, что вот эти среднеустойчивые к смыванию, они все из одной серии, из одного выпуска. Там были еще вот эта королевская голубая, фиолетовая и лиловая какая-то фиолетовая. Я не помню, как она называлась. Я не стала их брать. Но если вам будет интересно на них тоже посмотреть в обзоре, в выкрасках, в использовании, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я тогда их куплю и сделаю для вас этот обзор, их выкраски, применяю их, может быть, где-то. Но, в принципе, да, нас не обманули. Персиковая смывается похуже, чем неаполитанская телесная. В целом, этими двумя цветами я довольна из желтой семьи, но только в смесях с зеленой, в частности, в персиковой, в неаполитанской желтой, в неаполитанской телесной, прошу прощения. Мне, в принципе, нравятся обе эти смеси, но, наверное, более рабочую, более такая ходовая, скорее будет смесь с лавандовой. Потому что, ну, да, конечно, она красиво смешивается с мятной, но я пока не вижу ее конкретно в применении, не понимаю, куда ее такую красивую применить. Персиковую же я, наверное, вообще лучше не буду смешивать. Да, я, пожалуй, не буду ее, в принципе, ни с чем смешивать, потому что вроде бы неплохой оттенок серый, но, как бы, только с цицей и глухой, он мне такой не очень нужен. С зеленой, с мятной, в смысле, ну, вроде тоже неплохо, такой тепленький, желтенький, жизнерадостный, но, ну, как-то тоже ни к селу, ни к городу, вот, ни то, ни сё, не знаю я, мне он пока не очень нравится. У меня какие-то двоякие по отношению к нему чувства, вроде и неплохо, что что-то смешалось, да, ну, что я не зря это купила, но куда это применить, я пока не вижу, пока не знаю. И давайте мы посмотрим сразу на, здесь же, на этом листочке, на мятную, давайте тоже ее сейчас, я ее, во-первых, почищу, потому что она тут была в смесях со всеми, немножечко по ней пройдусь влажной кистью, смою в банку. Мятная набираю, сразу скажу, это зеленая, изумрудная зеленая, вот такая, вот такая вот изумрудная зеленая, самая обычная, в ней пигмент PG7, это фтало грин, классический фтало. Кнопка записи и я, это вещи малосовместимые, поэтому я выкрасила мятную, сразу хочу сказать, что это обыкновенная изумрудная фтало грин, PG7 и титановый белилок, ей идут в комплекте, вот таким вот образом, нехитрым получилась наша мятная. Я смешала ее с, так, вот это была, это была любовь, это была магнолия холодная розовая, вот это была коралловая, вот это была смесь из мятной и розового кварца, вот это лавандовая и мятная. Лавандовая и мятная, магнолия и мятная нравятся мне, наверное, больше всех в смеси с мятной и, в принципе, наверное, одни из самых любимых смесей за весь этот обзор. Такие вот у нас дела, я сейчас пытаюсь проскрести, посмотреть, что у нас там внизу, насколько легко у нас смоется краска, заявлено, что этот цвет тоже полустойкий, средний стойкий к смываемости. Ну да, ну вообще, ПГ7 в Талагрин, он такой довольно едкий товарищ, поэтому, ну не знаю, мне тяжеловато, если честно, его было смывать, он такой прям очень, очень такой едкий. И давайте мы посмотрим на лавандовую. Лавандовую я тоже выкрасила, лавандовая это один из тех цветов, который меня порадовал в этом выпуске, я его ждала, и мне было приятно увидеть то, что я действительно ждала и не разочаровалась в своем ожидании. Он тоже у нас среднеустойчивый, да ведь? Да ведь. К смыванию, давайте это тоже проверим. В целом, лавандовая это смесь из двух ультрамаринов. Ультрамарин обычный, ПБ29 и ПВ15, фиолетовый ультрамарин, он тоже не так давно появился в линейке Невской палитры. Такой мылкий фиолетовый светлый цвет, поэтому он неплохо смешивается с зеленым, он дает благородный и интересный цвет, плохо смешивается с желтыми, дает такой говененький немножечко за счет содержания ультрамарина, который не дружит с неправильными оранжевыми и желтыми. С неаполитанско-телесной, в принципе, худо-бедно можно есть. Вот такой вот это был выпуск, я сейчас сделаю небольшую вставочку из видео про скетчи, там будет ускоренная съемка и будут подписаны цвета, которые я использую, но если вы захотите, я сниму более полное видео про рисунки этими цветами. В этом видео я буду выполнять два скетча в разных техниках, к какому я учу на своем курсе акварельный скетчинг, поэтому если вам интересно, проходите по ссылочке в описании этого видео. Для лепесточков крокусов я использую разные пропорции смеси лавандовой и мятной, пытаюсь создать оттенок чуть более фиолетовый, чуть более розоватый, и более такой холодный, синий-зеленый, может быть даже где-то. Для стебельков мне очень понравилась смесь неаполитанской телесной и лавандовой, очень такой красивый сложный серый, он здесь вполне уместен. Также в этом видео вы можете наблюдать провал попытки использовать только цвета с белилами из нашего обзора, потому что они сами по себе, краски довольно плотные за счет содержания белил, но тон у них очень светлый, поэтому я добавляю немножко сепии от Рембрандта, она имеет такой зеленоватый слегка оттенок и прекрасно подойдет для утемнения земли и каких-то промежуточков между листочками крокусов. Для второго скетча я тоже использую смесь мятной и лавандовой, мне очень нравится, как они работают. Напускаю немножечко розового на стык стебля и цветочка, добавляю много-много неаполитанской телесной и персиковой, брызгаю в нее сепию немножко зеленого, работаю брызгами розовых, очень красиво тоже это выглядит, такой более эмоциональный и условный скетч, что тонкими линиями добавляю дополнительные листочки, брызгаю в подсыхающую заливку немножко неаполитанской телесной и вот такие вот два скетча у меня получились, напишите в комментариях, какой вам нравится больше. Ну что, пора подводить итог этому выпуску, честно вам скажу, чувства у меня по этому поводу смешанные, потому что вроде бы выпуск неплохой, только ссыца и глухой. Что мне не понравилось, давайте с плохого начнем и хорошим мы закончим. Не понравилось мне то, что эта штука чисто маркетинг, вот чисто такой коммерческий, рекламный, денежный запуск на то, чтобы попробовать все эти конфетки, мармеладки, зефирки, такие они нежненькие, очень красивые, миленькие, приятненькие, но по факту, по сути, я не знаю, как этим пользоваться и кто этим пользуется на постоянной основе, да, то есть одно дело купить, попробовать, о, там прикольненько, да, такой вот он розовенький, смотрите, есть холодненький, есть тепленький, а есть такой средненький, а вот еще мятненький есть, вот они прямо такие ми-ми-ми, чтобы рисовать конфетки и цветочки с мягкими, и игрушечками, здорово, мило, но что дальше? Ну вот мы купили их, да, мы нарисовали парочку иллюстраций, парочку картин, дальше что? Куда нам использовать вот это множество розовых, вот эти вот сумасшедшие смеси, которые мы тут делали, да, пробовали разные оттенки, ну вроде как есть куда, а с другой стороны, а нафига оно надо, скажите мне, пожалуйста, если можно вот это все смешать тем же розовым кинокридоном и неаполитянской желтой, ну как бы так-то, да, вот по сути, это просто вопрос парапорций, если добавить еще титановых белил, то получится все абсолютно то же самое, где это использовать? Это непонятно мне больше всего, сильнее всего, и именно поэтому я не очень хорошо отзываюсь об этом выпуске. Что еще было не так? Мне не понравилось, как ложится краска. Это вот эти вот разводы, которые я вам показывала, это вот здесь вот я уже выправила все это обе безобразие, которое тут у нас возникло. Я человек, который очень давно рисует акварелью. Я хорошо рисую, я умею обращаться с консистенцией краски и контролировать влажность листа, но почему-то здесь краска ведет себя как мой враг, она каким-то непонятным образом разносит по поверхности какими-то шматами связующие вещество с пигментом и белила. Как-то оно все вот так отдельно, да? Отдельно шматок белил плавает, отдельно шматок краски плавает, оно как-то неравномерно просыхает, образуются какие-то полосы, такие вот непонятные, странные разводы. И я на все это смотрю и думаю, а зачем вообще, для чего мне это надо, если можно взять цвета без белил, смешать то же самое и быть довольными. Ну, не знаю, я сомневаюсь, скажу честно. Вот, и такая довольно странная история по выбору цвета, да? Конечно, потом несколько палитров сделали кофейный выпуск, вот эти все мокко, дюны, вот такие песчаные, коричневые оттенки. Если вам будет интересен обзор на них, то тоже напишите в комментариях, я докуплю эти краски и сделаю тоже на них обзор. Я не стала покупать королевский голубой, потому что, как я уже говорила, там только ультрамарин и титановые белила, мне такое неинтересно выкрашивать, неинтересно пользоваться. Также я не стала покупать два фиолетовых оттенка, которые вышли в этой же линейке. Это лиловая и какая-то еще, по-моему, она как-то тоже сиреневая или что-то вот такого плана. Я найду, я вставлю в это видео текстом. Но если вам будет интересно посмотреть и послушать, что я думаю по поводу этих цветов, тоже отпишитесь в комментариях, я докуплю и эти цвета, с удовольствием сниму на них обзор, расскажу свои впечатления. Что мне в этом выпуске понравилось? Давайте о хорошем. О хорошем. Есть хороший лавандовый цвет, бюджетный. Теперь мне придется покупать Дэниэль Смит и Рембранд за бешеные деньги, когда этот лавандовый нужен просто вот так вот чубиками со всех сторон его добить. Конечно же, я могу его смешать сама, но те, кто подписан на мой инстаграм, знают, что я работаю на очень-очень больших форматах бумаги, и я не вижу технической возможности мешать сразу несколько цветов, несколько образующих, и следить за их концентрацией, успевать домешивать новый цвет, израсходовать старый, потом нужно где-то хранить этот новый, потом нужно его домешать, потом закончится один компонент, закончится другой компонент, в итоге работа затягивается. Поэтому лавандовому я реально рада, лавандовый меня здесь порадовал, лавандовый классный. Порадовало разнообразие цветов, в плане того, что, например, розовый, можно найти себе какой-то розовый, который будет вам по вкусу, теплый розовый, холодный розовый, средний розовый. Покупать все три, если вы не будете снимать обзор на YouTube, и тестить это все, выкрашивать такие вот таблицы, я думаю, что не стоит смысла, нет просто. Но вы купите, оно будет у вас стоять. Коралловую я, например, вряд ли буду использовать, честно. Если буду, я вам потом сниму видео, куда я ее приткнула, куда я ее перестроила, и покажу. Прикольные желтые, я нашла себе рабочий желтый, тоже меня радует, это что он хорошо мешается вот с синими, неплохую историю дает с зелеными. На любителя, конечно, не всегда, не везде можно это спихнуть, но дает ведь, дает, ну все, тем более на название прикольное, неаполитанская плоть, все для меня, он теперь под таким вот именем будет проходить. Мятная, ну мятная просто как игрушка, я ее купила как игрушку себе, мне было интересно выкрасить изумрудную с белилами, вот я осознанно пошла на этот шаг, и я знала, что там внутри, но при этом королевскую голубую я отвергла, где был ультрамарин с белилами, зеленую я себе купила. Наверное, что-то в этом мире, в моей голове, какие-то тайные отношения с зеленым поддерживаются крепче и лучше, что я так предвзято к зеленому. Вот, это из хорошего, что было в этом выпуске, я надеюсь, вам было полезно и интересно посмотреть это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ну а я буду прощаться с вами до следующего видео, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok